это собачий хуй будет фишкой в кальянном рынку ибо понедельник вторник среда четверг пятница суббота не стоит собачьего хуя ведь теплая девочка куда приятнее холодные да ну чё ребят собственно всем привет с вами до воды мы сегодня у нас новый обзорчик но перед этим наша фирменная ежедневная рубрика лучшие комментарии с прошлого видео давайте посмотрим 1 2 и 3 комментарий и авторы этих комментариев получат по 50 тысяч рублей ла ладно шучу нет у меня таких денег давайте собственно смотреть что у нас здесь у нас здесь вот такой вот чемоданчик я его заказал с даркнета и давайте посмотрим что там внутри плана тоже шутка эта фишка фишка и ихняя фишка в том что это фишка чай как-то фишка фишка дорода короче это чай родом он из башкирии а именно город уфа вроде бы так или нижний камс короче где-то вот с той части а перед тем как снимать обзор я все это по прокуриваю оставил три вкуса которые я не прокурил и сейчас вами мы это прокурим также в историях я спросил ребят кто курил ответьте поэтому есть реальные фидбэки от людей которые курили они разделились в принципе на две стороны кто-то говорит что продукт заебись а кто-то говорит что продукт не стоит собачьего хуя то есть непонятно кому верить поэтому давайте попробуем максимально объективно рассудить фишка будет фишкой в кальянном рынке или фишка это собачий хуй непонятно но помимо этого у нас есть вот такой вот чемоданчик а фишка поиграй со вкусами давайте смотреть что у нас в этом чемоданчике у нас также греется три кальяна это черная смородина это ананас куда же без ананаса да я про это говорил и холодная вишня ice через давайте смотреть что у нас внутри этого чемоданчика крутого так то он открывается и мы его собственно тоже открываем я так этого более-менее к вам повернуть короче у нас здесь нет ничего такого то есть он не захламлен он минималистичен и как бы производитель табака и его идея его фишка с этим кейсом на долгосрочной основе то есть типа ты можешь им пользоваться долгосрочно потому что здесь есть вот такая вот штучка для персональных мунд штучков то есть да ты вот сюда ложишь типа понедельник вторник среда четверг пятница суббота это праздничные это 10 мунд штуки для выставки здесь мунд штуки для дегустации здесь мунд штуки для обзоров то есть как бы да все спланировано все хорошо идем дальше помимо табака он идет вот таких вот маленьких прикольных баночках обычные классические кремовые баночки только поменьше чем стандарт то есть сейчас на данный момент как я понял с упаковкой старой никто сильно мозги не трахай да то есть все максимально на лайте без каких-либо усложнений все очень легко берем баночки из-под крема фасуем табак удобная тара легко хранить вроде не протекает я говорил что это чай до говорил так вот дальше здесь идет сертификат то есть данная продукция она сертифицирована и ты точно как бы не траванешься здесь как бы все написано что к чему и так далее то есть да как бы такой документик он немного как бы успокаивает меня когда я пробую что-то новое дальше здесь идет еще в комплекте положили вот такую вот штучечку прикольную да это походу у ребят есть чпушные станочки они такие ну-ка давай-ка чем заебенька им да и заебенька ли еще там еще внутри этого бокса была вонючка для тачки типа ну которые разно на разливы я ее в тачке повесил уже она была гравированная до воды мы так далее ну и так как эта фишка а фишки у нас бывают игральные да и проститутки и не знаешь какая у нее там фишечка может быть да поэтому это у нас игральный бокс игральный чайный продукт здесь есть вот такой вот наборчик для покером с фишками очень хороший на самом деле я давно мечтал о покерном наборе чтобы у меня просто дома был потому что иногда приходят друзья и не чем заняться кроме как курить калики а так можно по зависать ну полный комплекте кто-то маленький блайн большой блайн ты фишка дилера а еще есть вот такие вот ключики понимаете да вот такие вот два маленьких ключика но а да 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 здесь есть замочки я думал куда их блять да так вот есть вот такая вот брошюрка у нас здесь рассказано про все вкусы и есть наша любимая тема под названием рекомендации по забивке давайте посмотрим что производитель фишки нам рекомендует выложите смесь максимально воздушно с небольшим отступом ты так сделал молодец для прогрева используйте 4 угля курите на 3 прогрейте чашку в течение пяти минут а теперь давайте собственно про без табачную смесь под названием фишка новый продукт на рынке кальянной индустрии отвечающий всем требованиям и запросам конечного потребителя я на самом деле еще не в курсе чтобы были конечные запросы потребителя на чайные смеси поэтому не знаю она идет на основе красного чая отличается продолжительностью курения и насыщенности вкуса при создании фишки используются натуральные европейские ароматизаторы идти и 5 ступенчатая механическая коробка передач технология термической обработки базового сырья что способствует яркости и продолжительности вкуса без оттенков чайного листа вот здесь вот маленькая дилемма я думал что использование чайного листа в кальянных смесях нужно для того чтобы был маленький привкус чая и это как-то выделяла продукт и в продукте была какая-то фишка но выходит что ребята сделали так что здесь нет чайного привкуса до кальянная смесь фишка обладает высокой жаростойкостью яркой и естественной передачи вкуса и аромата смесь не нужно отжимать резать или очищать продукт на сто процентов готов к использованию крепость умеренная ниже среднего вот как вот в без табачной смеси а именно в чае можно урегулировать вопрос крепости без добавления жидкого никотина дать сейчас посмотрим описание на пачках на банках и посмотрим добавляется ли туда жидкий никотин потому что я считаю что этот ингредиент очень важен если он присутствует в продукте о нем должно быть написано продукция поставляется в пластиковых герметичных баночках с резьбовой крышкой что позволяет удобно хранить продукт после вскрытия вес без табачной смеси в упаковке 50 грамм добровольная сертификация rst круто и собственно брошюрка со вкусами для всех диктовать не буду но мы попробуем так это все уберу чтобы нам это не мешалось как собственно мы посмотрели что у нас находится в данном боксе в данном кейсе и я думаю мы можем потихонечку начать тестировать вкусы которые у нас есть давайте наверно попробуем такой вкус как а из черри вот такой вот вкус счастья секунду и проверим хорошо ли он будет курица погнали с богом а пока непонятно скорее всего не проверилась хотя прошло уже больше пяти минут я думал что чай должен был сейчас бомбануть просто дымоганна до или такой типа у ебать пока месь я ничего не могу сказать хорошего пока месь да так давайте-ка мы попробуем другие тоже немного растопить чтобы они чуть-чуть подошли быстрее а вот смородиной все совсем иначе так и собственно ананас чая ребят я просто пока растапливаю чтобы потом уже было нормально на готовую мы смогли прокурить потому что все остальные вкусы я прокурил но не прокурил эти три так окей погнали а давайте еще дадим им пару минуточка пока поговорим о том что писали люди мне в директ и попробуем примерно распознать что же они хотят я задал вопрос ребят что вы думаете о фишке кто курил и так далее пробовал похоже на вейп чабака и пуэр лучше намного мороженое только понравилось и шампанское ну и разогревать действительно на четырех углях надо это говорит о том что продукт реально жаростойкий да идем следующему отзыву ништяк однозначно пушка уже обзор отснял на нее будет время у меня в айджи тиви зацени песня сказка бля ебать переборщили с аромкой а так вполне неплохо особенно лайк из-за жаростойкость следующее одно дело если без табачка то вкусное хотя бы но там аромка дно как варенье тут уже видите идет такое разделение кто-то говорит что аромка дно кто-то говорит что заебись жаростойкая дымная вкусная удивила чистота вкуса на всем протяжении покура в общем годный продукт годнота так все а нет пробовали четыре вкуса аромка неплохая самое интересное что забивается он менее чем 50 процентов в чашке и на четырех углях это все курица и не горит с тем учетом что это чай вот как вот здесь добыть выходит что эти по должен как бы сейчас сказать свое мнение но учитывая то что оно так сильно разделяется и возможно продукт мне понравится но не факт что он понравится вам да то есть здесь такая вот дилемка ну ладненько давайте пробовать эти четыре вкуса а потом я расскажу про другие интерес сейчас микрофоне было слышно что я роганул или нет так что извиняйте это непроизвольно так все у нас вроде все хорошо прогрелась более-менее и можно собственно оценивать на данный момент то что я уже продукт проскуривал я скажу так что да ему нужна температура но бывает по-разному то есть от вкуса к вкусу бывает что греется прям моментально быстро бывает что очень долго как я понял это связано с ароматикой то есть с аромкой и она по-разному раскрывается а из черри я думал что сейчас будет просто дичайшая ебанина в плане суперновы да грубо говоря и холода и что это будет невозможно курить но здесь все очень мягко но сама вишня похоже на юпи разводной да то есть вот чуть-чуть как бы не докрутили а возможно такое ощущение у нас складывается то что типа на айс а из бэйби как бы да ведь теплая девочка куда приятнее холодные да но что заявляет производитель по крепости да вот для меня здесь как бы крепости нет для меня это просто чай а и кстати мы хотели посмотреть насчет этого жидкого никотина да получается не подлежит обязательной сертификации продажи несовершеннолетним запрещено хранить в темном прохладном месте срок хранения не больше 24 месяцев и даже здесь есть как бы печать дате производства упаковки скорее всего состав черный лист а ч черный чайный лист глицерин, патока, натуральная амортиза амортиза и никотин да здесь есть никотин но походу ребята не фанатеют сильно и просто его добавили чтоб хоть что-то было такое что могло тебя насытить но он не бьет по горлу то есть здесь нет такого момента как допустим с другими чайными ам с другими чайными брендами которые просто ты затягиваешь и понимаешь что производители реально пофанатели и уебенили туда просто ведро жидкого никотина здесь все немного по другому очень мягко по вкусу ну не так ярко но с одной стороны это ведь и хорошо но с другой стороны это плохо в том что если его миксовать с каким-то табачным продуктом то здесь он скорее всего может потеряться так идем к смородине она мне очень понравилась ну смородины вкус максимально естественный то есть максимально естественно русская блять черная смородина да то есть очень хорошо и смородина прям мне очень понравилось но я бы все равно бы вот чуть-чуточку бы включил фанатика и добавил бы побольше вот чуть-чуть прям громальчик да никотинчик чтобы это хоть как-то чувствовалось прямо чуть-чуть чувствовалось ананас то здесь большая часть вкусов реально охуительная да а какие-то парочку вкусов не очень крутые с ананасом все очень интересно он знаете вот реально сахарный вкус от ананаса вот остается вот этот запах я понял это запах припекшего припекшегося ананаса знаете когда вы на чашечку из ананаса только бросаете раскаленный калаут и делаете первую тягу и вдыхаете вот эти нотки ананаса вот примерно это вот прикольно но очень слабовато так собственно давайте посмотрим какие у нас вкусы есть и какие я бы вам порекомендовал стопроцентно покурить покурите грушу для любителей мяты sweet mint довольно таки прикольно очень освежает а мелан мелан немного неудачный по моему мнение он тоже немного также примерно относится к тональности ананаса да а такой как виноград виноград классический хороший с чем-то очень похож на альфакер то есть фанатами такого классического ретро винограда в самый раз клубничка не удалась она не очень такая она более приторно и вот чересчур переиграли с аромкой да банан спорный потому что банан максимально сложный ароматизатор да то есть реально сложно сделать вкус охуительного прям прикольного банана а черри просто черри очень прикольно я просто думал что а из через будет прям холодный холодный а ну и собственно зеленое яблоко не анисовое классическое зеленое яблоко довольно таки прикольно курица из вкусов которые у меня есть топом можно считать однозначно черную смородину и у нас получается что примерно четыре вкуса неудачные а остальное все прям заебись как зашло да поэтому ребятульки мои дорогие если вы уже курили фишечку то напишите об этом в комментариях расскажите свое мнение и в следующем видосе мы мы выберем топ 3 комментария и возможно разыграем среди них денюжку так что пишите пишите это был дава дым это кальянная хука гейм так что пока пока обязательно поставь лайк и обязательно подпишись на меня потому что я хочу кнопочку ютуба нажми кнопку нажми макс кнопку кнопку нажми по ссылке подписывайтесь на меня нюх что я не 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 а